В микрорайоне Молодёжный в преддверии самого молодого праздника нашей страны открывают памятный знак и улицу Народного Единства. Она связывает три транспортные артерии – проспект Строителей, Днепровскую флотилию и бульвар Приберезенский. Этот участок дороги и троллейбусную линию открыли летом. Сегодня он получил имя. Я хотел бы пожелать здоровья, любви, радости, чтобы все наши мечты всегда сбывались. И городу Павруск, конечно, процветать. Финансирование – это чуть больше 6,5 миллионов рублей, выделено из областного бюджета. Вокруг – зелёные зоны, остановка общественного транспорта, несколько парковок. В микрорайоне продолжается возведение жилья. Здесь же современные магазины, детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный центр. Есть поручения отдельной главы государства по уделению особого внимания по уличной дорожной сети и по нашим дорогам. Поэтому Могилёвская область с цариком участвует в этом очень активно. На следующий год у нас запланировано только по местным дорогам сумма увеличится в два раза – 164 миллиона. В знак дружбы и преданности. Поздравить горожан с предстоящим праздником и перенять опыт приехали в Бобруска гости из городов-побратимов. Заместитель главы администрации Нарафаминского городского округа дарит 35-й школе трёхтомник Владимира Мельникова. Нарафаминск и его окрестности в битве за Москву. В книгах идёт речь о событиях 41-го, когда на территории российского города шли ожесточённые бои. Я думаю, что у наших учащихся и у ваших может быть много совместных проектов про историю Бобруска и его героическое прошлое. Нам очень приятно здесь находиться в гостях и особо приятно разделить празднование такого очень важного и значимого для любого государства праздника – День народного единства. Тем временем делегация города Рыбинска и округа Муром посещает мусороперерабатывающий завод под Бобруйском. Гости обсуждают вопросы экологии и перенимают ценный опыт. Планируется, значимый объект будет самым мощным в регионе – 100 тысяч тонн коммунальных отходов в год. Завод данный предусмотрен под объёмы не только города Бобруйска, но он будет межрегиональный завод по приёмке на переработку ближайших районов. Это таких, как Бобруйский район, конечно же, Глузский, Кировский, Сиповичский, Кричевский. Запуск данного объекта планируется в текущем году. Действительно, необходимо уже переходить на переработку мусора, а не складирование его и утилизацию. Поэтому видим, что предприятие достаточно много оборудования. Приятно, что это оборудование уже российское, белорусское, соответственно, скоро будет работать. К слову, в некоторых школах специально к празднику появились блюда национальной кухни – биточки и драники. В честь Дня народного единства 17 сентября несколько кафе и ресторанов города предложат посетителям уникальное меню. Турист, к примеру, приготовит русские блинчики с белорусской мочанкой.